Всем привет! Я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я в Австрии на тесте второго поколения BMW X1. Во втором поколении BMW X1 стала намного солиднее, чем была раньше. Если посмотреть на нее внимательно, то видно, что знаменитые ноздри радиатора, которые являются отличительной особенностью BMW, стали намного крупнее. Поэтому спереди новая BMW X1 очень напоминает X3. А вот в профиль BMW X1 стала больше похожа на BMW 2 серии Active Tourer. И это не случайно. Почему не случайно, я объясню чуть позже. Автомобиль стал короче, выше и шире. И стал намного красивее. Можете посмотреть сами. Во втором поколении BMW X1 стала почти на 4 сантиметра короче. Но примерно настолько же, на те же 4 сантиметра, а если быть абсолютно точным, на 36 миллиметров, увеличилось место для ног задних пассажиров в салоне. Кроме того, на целых 85 литров увеличился багажный отсек. Теперь он 505 литров. За счет чего такие метаворфозы? Исключительно за счет того, что BMW X1 во втором поколении теперь делается на новой платформе. Это такая же платформа, как у BMW 2 серии Active Tourer. И соответственно, BMW X1 во втором поколении переднеприводная. У нее передний привод и поперечное расположение мотора. Именно за счет этого удалось достичь такой экономии места и такого простора в салоне и в багажнике. Посмотрите, сколько места сзади. Я сажусь за настроенным под себя водительским креслом. И вот какое расстояние у меня до спинки переднего сидения. Просто простор. Новый BMW X1 изменился интерьер салона. Он стал намного симпатичнее и интереснее, чем был в предыдущем поколении BMW X1. Конечно, главный вопрос, который волнует фанатов BMW, это передний привод. Потому что слоган, знаменитый слоган BMW «Удовольствие за рулем», он говорит именно о том, что удовольствие за рулем водитель BMW получает, когда у автомобиля задний привод. Во втором поколении BMW X1 привод передний. Пострадало ли удовольствие за рулем от того, что BMW X1 во втором поколении стала переднеприводным? Об этом я расскажу в конце своего теста, когда буду рассказывать о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Кроме того, увеличилась жесткость кузова. Обороты в рулях упора до упора 2,5 и BMW X1 во втором поколении слушаются рулями. Превосходно. Управляется BMW X1 отлично. Мы это проверили на «Змейке», на «Снежной». Хотя даже с отключенной ESP машина все равно не дает похулиганить. Но кое-что может сделать. О, даже можно зайти боком в поворот и пустить машину в дрифт. Ха-ха! Если вы хотите больше драйва, можете вывести на дисплей спортивные приборы и смотреть, как растут лошадиные силы и ньютонометры, когда вы нажимаете на педаль газа. Вот сейчас мы катимся, а теперь нажимаем на газ. Нажимаем на газ. Ух, полная! Вот она, полная мощность BMW X1. А теперь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Что касается удовольствия от езды. Даже владельцы BMW X1 первого поколения, которое, как известно, было заднеприводным, полноприводной версии BMW X2 не ощущают разницы между первым поколением и вторым. Они говорят, что езда практически такая же. Что касается лично меня, то я скажу еще больше. Я бы себе полноприводную версию новой BMW X1 не покупал вообще. Я бы купил версию с передним приводом, потому что по езде она мне нравится больше, чем полноприводная версия. И, конечно, наши дороги – это не австрийские дороги. Поэтому на наших дорогах я бы обязательно усилил во втором поколении BMW X1 шумоизоляцию днища и колесных арок. Тогда в салоне действительно будет полный премиальный комфорт. Так, несмотря на то, что BMW X1 во втором поколении стала на несколько миллиметров выше, и ее дорожный просвет теперь 184 миллиметра, ни в коем случае не нужно думать, что это внедорожник. Даже с полным приводом это все равно городской кроссовер. Но цена BMW X1 во втором поколении очень радует. Она стартует чуть ли не с 25 тысяч евро. Правда, надо понимать, что такие деньги просят за версию с передним приводом и с трехцилиндровым мотором. Стейлмак Пронто! Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу Стейл Магдас Авто на Радио Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!